Портал XGET приветствует вас, друзья мои. Вопрос насущный. Как не остаться бедны в старости? Ну, учитывая, что старость отчитывается от дня кончины, а когда день кончины неизвестен, то, возможно, человек зря переживает, потому что если сейчас у него есть какой-то достаток, то умрет он в достатке, если завтра смерть. Вот именно по этой причине, мне кажется, все вот эти размышления, что я буду там бедный в старости или я останусь одна, никому не нужна, они эти размышления неправильные, потому что, как говорил Христос, ищите прежде Царство Божие и правды его, а остальное вам приложится. Если человек здесь в настоящем времени, то есть сегодня, старается жить святой жизнью правильно, то обычно люди его тоже любят. И тогда человек имеет не просто старость безболезненную, а именно блаженную кончину, когда вокруг много людей, учеников, все прям переживают, что ты нас покидаешь и так далее. А вот когда человек злой, когда человек сварливый, то тогда он на самом деле еще до старости остается уже один, и даже если он имеет какой-то достаток, он все равно бедный. Бедный, потому что никто с ним не хочет разговаривать. Но советую вам все-таки на Бога положиться. Если вы вспомните православное богослужение, то мы просим у Господа Бога на службе многократно, следующими словами, христианская кончина, безболезненный, непостыдный, мирный, просим у Господа. Вот я, в первую очередь, основлюсь на слове мирный. Живите со всеми в мире, не ругайтесь, прощайтесь, не сходите, и вас никто никогда не оставит, ни в старости, ни в зрелости. Моги Господь. Субтитры создавал DimaTorzok